Продолжение следует... 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 Но ее видели многие выдающиеся исследователи в нашей стране на протяжении прошлого, даже конца позапрошлого века. И портреты их висят в нашей аудитории. Я воспользуюсь, поскольку памяти Леона Абгаровича конференции и школы, я воспользуюсь только известнейшей работой Леона Абгаровича, которая положила дальше основу для его поисков на протяжении всей его жизни с механизмами эволюционной физиологии, что для него означало физиологическая эволюция и функциональная эволюция. И гипотеза заключалась в том, что изучение условных рефлексов открывает пути изучения функциональной эволюции нервной системы. То есть изучая то, что существует де-факто и сегодня, не имея инструмента к исследованию этого экспериментального вреду многих поколений, мы тем не менее имеем возможность проникнуть в глубокие вопросы, связанные с теорией эволюции. Но я начну с высших функций нервной системы, а потом перейду к эволюции. Высшие функции само по себе сложнейшее задание. Я, чтобы коротко его изложить, воспользуюсь неким форматом программы исследований. Нас интересуют материальные и физиологические основы этих функций, таких как памяти, об этом был доклад Павлович Рославович, разума, то, что называется маль, и сознание в конше смысле. Исследование этого вопроса продолжает Павловскую программу физиологии высшей нервной деятельности. Выяснение того, как он выражался, как материя мозга, физические субстраты, рождает субъективные явления, физические процессы. Это, кстати, был сложнейший вопрос для Ивана Петровича. Год назад вышла 800-страничная биография Павлова, написанная Дэйвом Тодексом, который работал в течение многих десятилетий с конца 80-х годов с архивами Павлова в архивной академии наук. И там, видно, очень интересная вещь. Он показывает, как, во-первых, мучился Павлов по его записным книжкам над тем, чтобы написать 20-летний опыт изучения высшей нервной деятельности. Лекция коррегулирована от Ушарик, потому что не получали заключения. Что это значит для решения проблем этого, как материя мозга, проводит, производит субъективные явления. И вторая удивительная вещь, которую я узнал в этой книге, что когда ученики Павлова и его последователи уговаривали, в результате говорили, переводили его труды на английский язык, то они изъяли из введения и заключения постановку вопросов по материальных основах психической деятельности. В жизни нас интересует только наше психическое содержание. Потому что они боялись, что это дискредитирует сами труды Павлова по условным документам. Они не будут поняты и будут ответны из-за этой постановки проблем. Павловской программы, собственно. И Павлов сам в 30-е уже годы, это одно из средств, вспоминал, что тогда он был в 16-м году в Великобритании, разговаривал с Шелингтоном. Шелингтоном сказал, что ваше учение об условных тех лицах не найдет поддержки в Англии, оно слишком пахнет материаличным. Это просто говорит о всей сложности этой проблемы. Но мы, тем не менее, не можем прятать голову в кислоте возношения этой проблемы. И сегодня решение этой задачи еще более ответственно, чем в времена Павлова, потому что мы знаем очень много о клеточных и молекулярных механизмах. И мы должны нести эти знания, с одной стороны, потому что мы знаем, что нервная сеть – это сеть нейронов. И понимание того, как она работает в терминах интеграции отдельных клеток – это такое критическое понимание, как понимание того, как геном работает в инструментах отдельных генов, а не участках хромосомы. А с другой стороны, это системный процесс. Сегодня очень распространенным становится изучение того, что получило название нервных или нейронных коррелятов. Здесь вы видите некоторые из статей, десятка статей на эту тему. А вот в начале ревью с нейросайенс в июне вышел большой обзор, резюмирующий прогресс и проблемы. Существует большое количество проблем. Как она может найти нейронные основы, как они считают коррелятами этих высших процессов? Для нас на протяжении многих век таким методологическим концептуальным каркасом, в рамках которого мы осуществляем этот поиск, соединяя молекулярные системы и механизмы, является перефункциональный систем, который, с одной стороны, говорит о том, что это клеточная интеграция, которая работает в масштабе целого мозга, а с другой стороны, что эти клеточные интеграции обретают новые свойства, мотивации, цели, программы действия, памяти, которыми не обладают отдельные нервные клетки. Мы потратили много времени на поиски новых экспериментальных подходов, которые бы соединяли эти два полюса клеточные и молекулярные процессы в масштабах целого мозга, действующего во время поведения и познавательной деятельности, то есть в паузских процессах высшей нервной деятельности. Если относиться к этому образно, то основой этого подхода стало вот это образное выражение Ивана Петровича Павловна, что если бы можно было видеть сквозь черепную крышку, и если места больших получались максимально возгоденности, светились бы, а дальше он предлагает свою гипотезу того, как вы видели бы в мозге процесса сознания. Но для него была метафора такое выражение. Мы попробовали сделать это экспериментально, то есть делать так, чтобы мы могли смотреть сквозь черепную крышку и места повышенной возгрузимости в больших полушариях могли бы реально сидеть. Для этого мы используем целый набор разных подходов, соединяющих сегодня методы молекулярной биологии, генной инженерии, клеточной биологии и физики в общем и целом. Мы могли бы назвать совокупность этих подходов, дающихся результат, как генетический захват, визуализация и контроль над когнитивными народными сетями мозга. Я покажу, как мы это делаем. Традиционно основным инструментом изучения клеточной активности были либо электрофизиологические методы, либо различные метаболические методы, отражающие электрическую активность нервных клеток по подлощению, например, геолокобикоза и позволяющие визуализировать эти процессы. Мы достаточно давно, и не преследуя методическую цель, искать гены, которые активировались в нервных клетках при обучении. Нам удалось найти гены, которые работают в эмбриональном развитии, а в взрослом мозге, в спокойном мозге, при электрической активности животных в спокойном состоянии практически молчат, но в моменты обучения дают всплеск очень быстрой экспрессии. Мы более того знаем, что это каузальное звено внутриклеточное, потому что блокада экспрессии этих генов действует так же, как инкибиторы синтеза белка всего. То есть вот здесь мы вводили антисмысловые полигонуклеотиды перед обучением животных. Это креды обучения, снижение количества ошибок. Вы видите, что никак не изменяется само приобретение нового навыка, но если протестировать их через 24 часа эпизодных, и первые 20 проб, когда проверяется, что они помнят в предыдущие дни, то при блокаде только работы этого гена по сети нервных клеток к моменту обучения происходит невозможность консультализации благодарения на память. Воспользовавшись этой особенностью работы генов, то, что экспрессия этих генов, которые получили название непосредственно ранних генов, немедленных ранних генов или просто ранних генов, происходит только в мерных клетках, очень быстро, наблюдается в связи с обучением и имеет распределенный системный характер, что есть разные клетки, универсально используют этот механизм для запоминания. Мы попробовали разработать метод, который в сети спонтанно работающих многих электрических ансамблей клеток выделяет только те клетки, одну здесь, одну здесь, одну здесь, которые вылетаются в обновь формирующуюся сеть, из-за этого нового индивидуального опыта данного эпизода. И предложили разные технологии, которые позволяют это визуализировать. То, что мы делаем сейчас, это прямое воплощение метрофора Ивана Петровича. Мы пользуемся трансгенами метрофора, в геном которых вставлены участки, несущие промоутер этих генов, включающихся в мерных клетках в моменты обучения, но под промоутером этих генов стоит флоресентный белок. Таким образом, что в клетках, в которых происходит запоминание новой информации, нового опыта, происходит экспрессия этого белка, который можно визуализировать. Это визуализация на среде, это боченковые поля, это визуализация, так как говорил Иван Петрович, через-через. Это мозг животного трансгенового, который произошла стимуляция экспрессии и под освещением определенной длины волны, по сравнению с контрольным животным, вы можете видеть такое освещение. Проблема заключается в том, что если пользоваться только рельсами, мы можем увидеть вспышки пластичности в мерной системе, но мы не можем понять архитектуру, структуру, потому что светорассеяние и светопоглощение в обычной стадии не позволяет разобраться на клеточном уровне в архитектуре этих систем. Поэтому у нас возникла необходимость двух подходов. С одной стороны, мы разработали подходы, которые с помощью замещения жидкости воды в ткани мозга на специальные составы, имеющие такие же показатели оптического приложения, как белки и лепиды, позволяют сделать мозг практически полностью прозрачным оптически. Здесь показан мозг новорожденной мышки, а это мозг взрослой мыши. Лежащие в этом составе до просветления, а это через несколько часов после просветления. Как вы видите, на 700 мм, это 97% фактической прозрачной. Но если мы будем смотреть теперь на сеть, активированную по моменту упоминания нового подъективного эпизода нейронов в таком прозрачном мозге, то мы все равно мало что поймем, потому что он имеет трехмерную структуру. И сеть имеет трехмерную структуру, и они наложатся друг на друга. Поэтому мы разработали специальные приборы, которые позволяют проводить стомографическое выявление этой сети, так же, как делается на компактальном микроскопе, стеком. Только этот стек содержит пачки изображения целого мозга. Мы помещаем мозг в просветлитель и освещаем его синим лазером, очень тонким, с фокусированным специальными признанами тонким лучом света 6-микронным, который возбуждает флюоресценцию нейронов, экспрессирующих интересующие нас гены, только в одной плоскости. Плоскости мозга, лежащие над и под, оптически прозрачны, но не возбуждены. Мы собираем оптический свет. Мы его собираем в склеточном разрешении. И двигая образец, мы способны перемещаться по сущению мозга, и, получив трехмерное изображение, мы можем его дальше перерезать оптически, виртуально, в любой плоскости, как вы видите здесь, для мозга, где были собраны горизонтальные следы, здесь видны артикальные. В последнее время, благодаря совершенствованию методов оптики, эта технология позволяет визуализировать не только отдельные клетки, здесь показан участок из трехмерной визуализации, просто вырезанный куб, где содержится гипохам и фронтальные области коры головного мозга. И вы можете видеть здесь не только тела отдельных народов, но даже их дендриты. То есть мы можем видеть тонкую архитектуру типов клеток, их пространственное расположение и погружаться в вопросы связи. Полностью мозг, визуализированный таким образом, откуда вырезан был маленький кусочек, выглядит таким образом. То есть, иначе говоря, мы можем сегодня визуализировать весь мозг с клеточным разрешением, адресно задавая вопрос относительно сети нейронов, интересующие нас по генетическим маркетам. Вот здесь показана трехмерная реконструкция. Мозда, которая заинтересовала бы Ивана Петровича Павлова, это мышь, проходившая классическое обуславливание в камере условного рефлекса, где давался ей условный сигнал, звук и, безусловное, подкрепление. И после одного такого сеанса, который мы знаем, оно запоминает по поведенческим тестам на недели и месяцы, мы смотрели на сеть нейронов, которые активируются в этом мозге. Наши расчеты показывают, что один такой короткий эпизод, около полутора минут, активирует в целом мозге около 1 миллиона однородных мозги мышцы, у которых около 71 миллиона долларов в целом мозге. То есть, это высунки и проценты. Она распределяет миллион. У мыши 71 миллион. Более того, мы можем опускаться и на более глубокий синаптический уровень, потому что, пометив нейроны таким образом, вот здесь двойная трансферная метод. Здесь, с одной стороны, в желтом помечен нейрон, который экспрессировал ген СЭКОС в момент обучения, а также прокрашено, на кронфокальной микростатии визуализировано, тела нескольких пирамидных клеток по экспрессирующей генке YGAP, экспрессирующей пирамидных нейронов. То есть, вот этот пирамидный нейрон учился, а эти не учились. И мы, например, изучаем, как короткий сеанс обучения, известный нам по времени, влияя на синаптические поля, на шипики, в данном случае, обучающихся нервных клеток. И следующий наш подход заключается в введении новых методов геновых технологий. Мы хотим не только визуализировать этот ансамбль, но пометить его на всю жизнь. Представьте себе, что животное сталкивается с некоторым эпизодом нового опыта, и мы хотим сделать следующую вещь. Мы хотим в нейроны, которые вовлекались генетически с экспрессией генов и синтезом белка в этот эпизод, ввести генетические метки, изменив на всю жизнь геном только этих клеток. Где бы они ни были, в коридовом мозге, в гиппокампе, миндалине, других структур лимбической системы, в мозжечке, мы хотим пометить эту всю сеть, чтобы иметь возможность через некоторое время вернуться к ней и задать ей вопросы, которые связаны с извлечением памяти из этой сети, реконсолидацией этой сети, возможностью этих когнитивно индексированных в данном виде опыта народа воплекаться всходные или несходные категориально виды опыта, и так далее, и так далее. Разрушение их сложностей. Значит, мы используем для этого методами Экс-Вилла и Инвилла, при жизни и после смерти. Экс-Вилла мы разработали такой подход, который мы назвали генетическим захватом когнитивных нейронных сетей мозга, методом опыта зависимой кре-локс-рекомбинации. Кре-локс-рекомбинация – это вирусная система, которая используется для создания фенокалокных животных-умулекопитающих. Смысл заключается в том, что фермент кре-рекомбинации, если она активна в клетках, способна находить участки, которые называются локс-писательными в геноме, и если эти участки есть, то она способна вырезать между ними интересующий нас ген и вставлять в какой-то другой. В данном случае мы используем тронкенных мышей, у которых эта кре-локс-рекомбинация находится под промотором генов СФОС и регулируется эстрогеновым рецептором. То есть только тогда, когда в мозге или в других клетках, но нас интересует мозг, этих животных, происходит экспрессия СФОС, и мы разрешаем с помощью введения тамоксифена и рекомбинации заработать, она способна найти свои мишени и сделать рекомбинацию в этих клетках, где она сработала. Для того, чтобы подставить ей то, что нужно для рекомбинации, мы включаем в эту линию мышей, в другой линии тронкенных мышей, которые несут мишень, афланкированную локс-писательными. Именно вырезание локс-писательных делает этот ген активным в клетках. К чему это приводит? Это приводит к тому, что когда у нас мышь сталкивается с интересующим нас воздействием, нейроны в мозге мыши, которые экспрессируют гены необходимого для запоминания этого воздействия, экспрессируют треи-фембиназу, она вырезает в этих нейронах локс-писатель, и делает на всю жизнь активным тот ген, который мы подставили. Этот ген может быть, например, геном флорексентного белка, и тогда эта сеть нейронов будет помечена дальше на всю жизнь. Этот ген может быть геном синалорадоксина, то есть эти клетки становятся оптически управляемыми. Мы можем, освещая дальше эти клетки в различных участках мозга, их возбуждать, относящиеся именно к этому эпизоду опыта, что и показано здесь в виде модельного эксперимента. При этом, освещая весь участок ткани, коры головного мозга или гиппокампа, мы освещаем только те клетки, которые активировались в момент приобретения нового опыта. Но здесь показаны примеры мечений, когда мы задаем вопрос зеленым цветом, в коре головного мозга, в гиппокампе и в ядрах миндальной помечены нервные клетки, которые были активированы в момент павловского классического условного рефлекса, приобретения навыка условного рефлекторного замирания. А красным цветом помечены клетки, которые экспрессируют этот же ген в момент извлечения памяти, когда мы помещаем этих животных в тестовую ситуацию. В данном случае, это только один из экспериментов, которые мы делаем, мы задаем вопрос, те же ли самые нейроны, которые участвовали в обучении, участвуют в извлечении памяти? Меняется ли динамика извлечения и участия этих нейронов в зависимости от того, недавняя память, например, и несколько дней, или давний месяц? Становится ли меньше нейронов, которые являются общими? И так далее, и так далее. Другой подход, который мы используем, связанную с инвиво изучением активности нейронов, мы метим нейроны, которые участвуют в обучении, в мозге живой мыши. Для этого мы используем методы двухпатронной микроскопии, когда мы вживляем животным в специальное окошко, стеклянное, и специальный фиксатор, вот за них она здесь закоплена под микроскопом стереотекса, позволяющий оптически регистрировать у этого, это трансгенная мышка уже, у этого трансгенного животного фиоресенсию из нейронов коры головного мозга. При этом те нейроны, которые вовлекались в обучение, в сеансе перед тем, как мы помещали животное под микроскоп, дают экспрессию ранних генов. Вы можете его видеть и в вертикальной колонке в коры головного мозга. Преимущество этого подхода с использованием ранних генов заключается в том, что мы можем делать эти сеансы многократно. Мы можем в первый день провести обучение, дальше мы можем вернуться к этому животному через день, неделю, месяц с другими задачами, произвести новые воздействия и исследовать, как работают те же самые нейроны. Потому что мы способны возвращаться в этом мозге за счет фиксации и по меткам сосудов расплавления нейронов и находить одну и ту же клетку в течение многих дней. В данном случае здесь показана группа нейронов, экспрессирующихся в момент обучения, а здесь мы животных учили на два условных сигнала, один звуковой, второй зрительный. И нас интересовали в париэтальной коре головного мозга нейроны, которые избирательно активировались на один условный сигнал и на другой условный сигнал. Но здесь показан степь большой клеток и возвращение к одним и тем же нейронам на протяжении факторных дней эксперимента для их факторного фиксирования. И, наконец, то, что мы... Вот здесь мышка, у которой взявлен аптроп, и когда вы видите синий свет с эффектом здесь, то происходит оптогенетическая стимуляция нейронов, которые несут членово-разорчин. И вы видите, что в этот момент, в данном случае это стимуляция из зоны моторной коры, мы можем индуцировать делительное поведение, контролуторальное движение у этой мыши. Когда мы вживляем эти аптроды для стимуляции нейронов, относящиеся к определенным граммам, мы можем переходить к экспериментам по всему мозгу, где бы не были эти нейроны, о которых рассказывал же Павел Милославович, когда эти нейроны, в данном случае, это работа Тенегава с введением вируса в небольшую часть зубчатых фасций, только гиппокампы, когда стимуляция только этих захваченных по экспрессию фоса нейронов в момент теста в новой обстановке, где нет никаких пугающих сигналов, приводит к тому, что животное начинает демонстрировать замирание, соответствующее поведению страха. Когда стимуляция прекращается, то животное вновь начинает обследовать эту новую обстановку без всякой тревоги. Когда она включается, то вновь включается введение замирания. Это делалось в работе Лио и соавторов только в отношении группы народной зубчатой фасции. Нас же, как вы видели по квартирам, интересует очень обширная популяция клеток. Нас интересует, можно ли всю сеть этих клеток и по активности, и по поведению вызвать их при стимуляции, например, корызованного множного, которое так интересовало Ивана Петровича, как хранилище памяти, или это только определенные структуры подпортов, где происходит механизм, медальники, патанты, и многие другие вопросы. Резюмируя эти экспериментальные подходы с новыми задачами, мы могли бы сказать следующее, и это возврат к первому слайду методологии, что в изучении мозга существует два уровня, два подхода. Первый из них – это исследование мозга как обычного физиологического органа, как части организма, имеющие ткань, состоящие из клеток, имеющие физиологические пенометры. Второе направление, инициированное экспериментально Иваном Петровичем Павловым в связи за идеями Сеченова, то есть это все портреты на стенах нашего зала, касается изучения мозга в организации высших функций. Мы могли бы также сказать, что исследование мозга на нижнем уровне в общечеловеческом плане представляет важную научную задачу, однако значительный интерес к мозгу связан с его эволюционными функциями обеспечения поведения и нашего собственного разума сознания. Однако наше знание сегодня пока что исчез, расположено в основном на изучении собственных физиологических процессов из-за отсутствия новых подходов в области изучения динамического исследования больших ансамблей и функциональных систем народов на высшем уровне. Именно этот пробел того, как организуются эти системы и как организуются связи с ними, в том числе условные связи, нас появились в связи с этим исследованием. Но у него есть другой компонент, который касается проблемы эволюции. Почему эволюция? Ну, простой ответ – это известные слова Тадора Добржанского, что ничто в биологии не имеет смысла иначе как следит революцию. Вообще говоря, обращаясь к молодой части нашей аудитории, вопросы эволюции не сразу... Вот, например, я могу рассказать на своем примере. Вопросы эволюции не сразу начинают интересовать молодого власти. Меня больше всего интересовали вопросы механизмов, механические процессы, физиологические процессы, катающиеся нейронной системой. Мне было непонятно долгое время, почему надо заниматься такими далеко отстоящими от этих механизмов вопросами, как эволюционные вопросы, вопросы биологии и развития. Частой для меня вызвал была необходимость понять теорию функциональных систем. Потому что в теории функциональных систем эти три компонента проведения высшей нервной деятельности раз, развитие этой высшей нервной деятельности и те связанные с врожденными функциональными системами, безусловно, эволюциями 2 и эволюция этих процессов 3 образовывали одно целое. Это очень долгое, что скользало от моего понимания. Каким образом это связано? Я попытаюсь вот сейчас коротко рассказать, как мне кажется, выглядит. У Петра Кузьмича было свое любимое высказывание в этом отношении, которое очень похоже, независимо, наверное, друг от друга, на слова Добжавского. Я хочу воспользоваться метафорой для того, чтобы пояснить. Это к лицевой ловушке, которую я для себя сформулировал где-то в начале 90-х годов, сталкиваясь вот с такими высказываниями. Это очень красивое высказывание Роберта Галампуса на конференции по механизму мозга, где он пишет, что можно доказать, что следующие три проблемы, как нервная система организуется во время эмбриогенеза, как она действует, обеспечивая врожденные реакции каждого вида, и как она реорганизуется в конце концов в результате воздействия жизненного опыта, связанного между собой. Можно доказать. Дальше он говорит, что если эта мысль правильна, то решение любого из этих проблем будет означать, что ответ на остальное упадет в наши протянутые руки, как спилая слива. Идея кольцевой ловушки заключается в том, что это невозможно сделать. Это невозможно сделать. И в этом огромная проблема всей биологии, с которой я начинал, показывая цитату из Эксперт-Маса. Противоположное утверждение выглядит следующим образом, что эти три проблемы образуют циркулярную или кольцевую ловушку. Решение любой из этих проблем невозможно без предварительного ответа на остальные. Я нарисую. То, как я пытался показывать по экспериментам с визуализацией сетей здоровых повлеченных власть, это огромные системы взаимосвязанных нервных клеток, которые возникают в моменты обучения. Но никакое обучение невозможно и не может начаться без какой-то предварительной основы. Обучение возникает в тот момент, когда организм сталкивается с чем-то неожиданным и новым. Наризна является критическим фактором для того, чтобы запустились процессы согласования и обучения вместо использования автоматических алгоритмов существующих. Для того, чтобы возникало поведение, связанное с обучением, должны быть нейронные сети, которые попались на терминологии с безусловными рефлексами или врожденными функциональными системами. Откуда они берутся? Это же сложнейшие физиологические интеграции, координации, которые включают в себя, как мы видели, при маркировании процессов обучения новых функциональных систем, сотни тысяч клеток из разных структур головного мозга, которые должны быть взаимосвязаны, синхронно активны. они должны каким-то образом созревать в ходе развития нервных систем. и это формирует свою научную задачу и свою научную программу. Но пола-ламбусы, они связаны. Но на самом деле ответы на них полноценный момент. Потому что для того, чтобы понять, откуда взялись эти сложнейшие врожденные координации, они не могут взяться у видоспецифического развития кроме формы деятельности, соответствующей им морфологии связей и сетей в нервной системе, складываясь в ходе эволюции. Нетривиальная засыхающая вещь заключается в том, что эволюция обычными генетическими механизмами классической даромовской генетической эволюции, которая отбирает одиночные мутации в определенных генах, не способна создать такие сложнейшие координации. Потому что необходима некоторая подоплека, основа, для которой небольшое прибавление мутации в одном участке нервной системы даст преимущество для выживания. Но всю интеграцию она создать неспособность. И поэтому существует вот эта проблема, которая существовала давно, существовала для дарома. Какую роль активное поведение и физиологические процессы играют в эволюции таких сложных интеграций. Это означает, что если мы будем двигаться по этому кругу, то это образует так называемый порочный круг в логике. Когда попытка ответить на один вопрос приводит к необходимости ответа на него через определение другого вопроса, который требует определения, в конечном счете замыкается само на себя. решение может быть только разобрубить этот дворник узел, создав единый ответ на один вопрос. Различные люди занимались поисками этого ответа. Можно вернуться теперь к проекту? Я думаю, там же не нужно подключать свет. Там будет видно, там все инферментальные вещи с визуализацией. Поэтому триада взаимосвязанных проблем и развитие формы, эволюция формы и наркологические функциональные основы поведения не просто охватывают главные нейронизации на Италии биологии, они тесно связаны и требуют единого ответа. И, собственно говоря, здесь я вновь возвращаюсь к Лерна Паркевичу. Я думаю, вообще, после того, как я столкнулся с летним тупиком кольцевой ловушки, я стал понимать, что в биологии, если внимательно читать и следить за жизнью ряда выдающихся биологов, можно найти пленников этой кольцевой ловушки, если хотите, рыцарей кольцевой ловушки, рыцарей круглого стола. Если вы видите человека, который по какой-то причине начал с одной области, это может быть эволюционная биология или эмбриология, а потом кто-то начинает говорить о проблемах второй или третьей области, это означает, что в своих исследованиях и поисках он наткнулся на этот тупик и пришел к необходимости того, чтобы понять вещи, связанные, например, просто с физиологией интеграции, невозможно не обратившись к процессам развития, а это невозможно, не вернувшись к вопросам эволюции. И если вы будете смотреть под таким углом на труды наших поддающихся ученых, вот Леонард Гарыч пример этого, вы увидите следы этого процесса. Но у него была очень специфическая гипотеза, и я пытаюсь ее сейчас разобрать. Вообще, мне хочется показать некоторые портреты замечательных наших людей, великих ученых, которые двигались по этому польцу, которые связывали вопросы эволюции формы с развитиями, формы, а вопросы развития формы, с функцией формы и физиологией, в том числе психики. Здесь вот эта очень редкая фотография на английском переводе книги Ивана Ивановича Маргароза «На фактор революции», который сделал перевод и опубликовал Теодор Даграмский. И здесь Шпархич Маргароза показывал со своим учителем Алексеем Николаевичем Северсом, который был тоже пленником на Белорусске, и, будучи основателем у нас в стране сравнительной эволюционной морфологии, он написал, например, в 22-м году «Работа эволюции психикой». Почему я обращаюсь к русским именам? Есть и, безусловно, такие же великие ученые во всем мире. Если вы посмотрите Википедию, например, которая теперь существует в разных языках, вы можете узнать статью на одном языке, а есть ли статья на другом языке. Вы увидите, например, что есть статья о прошлом году в Музыке Петербурге и коротенькая статья на Музыке Петербурге. А про Северсу есть статья о Википеде на русском языке и вообще нет, его практически, это позорно, это не надо. Я нашел несколько исторических работ. Здесь вы видите, кто пишет, кто пишет, кто пишет. «Only partly known outside of Russian rigging world». Относительно неизвестный исследователь, Алексей Николаевич Северсов. Я привлекаю ваше внимание к этому, так же как в начале лекции, к тому, что эти вопросы не обсуждаются. Но уйти от них нельзя. И зная то, как они обсуждаются у нас в стране, дает нам некоторую фору думать и искать подходы к решению этих вопросов, в том числе в области экспериментальной физиологии, что делал Леон Афгарович, самыми разными методами, пытаясь исследовать развитие статологии, так далее, и эволюционного процесса, дает возможность углубиться в эти вопросы, которые не являются просто историческими, они являются самыми, острыми вопросами современной фундаментальной биологии. Иван Иванович, по-гнозу, был пионером гетогенетических фундаментальной революции. В своей теории стабилизирующего отбора, которая на Западе известна больше как гипотеза генетической ассимиляции, хотя они выделили это независимо и работы с Мальдовым были раньше, он вытянул совершенно иную парадигму понимания, если хотите, модусов эволюции. Есть модус генетической эволюции, он очень хорошо сформулирован Александром Александровичем Клейковым. Не вызывает сомнений, что эволюционные изменения всегда начинаются с изменений генетических, которые, изменяя ход развития, реализуются в пенотике. Понятно. Но есть другой модус. Это не говорит о том, что такого не происходит. Не происходит такого. Не изменение генотипа определяет эволюцию ее направления. Наоборот, эволюция организма и в данном случае я буду дальше это говорить физиологическими определяет изменение его генотипа, накопление мутаций в этом направлении поддерживающейся определенными физиологическими индивидуально приобретаемыми адаптациями. Еще очень важная вещь, которая соединяет эту постановку вопроса с исследованием функциональных систем и первой части моего доклада. Это слова Ашмальдауна, что отбор сравнивает не отдельные полезные признаки, а целостные функциональные системы, так что его итогом является переживание тех, чья норма наиболее адаптивна, что является определением функциональной системы. Иначе говоря, вот такая простая схема, что естественный отбор действует на итоге развития организма. В действительности физиологическом прилавлении выглядит таким образом, что естественный отбор действует на те или иные сложившиеся физиологические процессы. Биохимические адаптации тоже являются функциональными системами, но в данном случае речь идет о больше всего архизологическом, которые являются интеграцией. То есть отбор способствует этому набору таких систем, которые можно назвать как комплекс избирательно возлеченных компонентов, в которых взаимодействие и взаимоотношение дистантно-анатомически расположенных принимают взаимосодействие компонентов на получение фокусированного полезного результата, замечаемого в популяции через естественный отбор. но тогда возникает вопрос, который возвращает нас в циркулярной логике. А как возникают такие сложные адаптивные логерации? На этот вопрос отвечает теория системы генезии. Она задает три вопроса. Как такие функциональные системы, не органы, не ткани, а функциональные системы, развиваются гонкогенезии? Как поверх этих функциональных систем в ходе жизни организма способны формироваться новые функциональные системы за счет процессов обучения антипической пластичности нервной системы? И третий ключевой и очень сложный вопрос. Как такие функциональные системы, формирующиеся за счет физиологической активности, могут постепенно за счет дарминовских механизмов системы генетических изменений переходить в стабилизированные врожденные функциональные системы по эпигенетическим механизмам стабилизирующего сбора и генетической ассимиляции? Теория системы генеза объясняет эти процессы, касающиеся в основном эмбрионального развития и выдвигает ряд принципов, среди которых важнейшим является гетерохронная закладка. Это означает, что компоненты новой функциональной системы, которая должна появиться в какой-то момент индивидуального развития, могут закладываться в разных анатомических утилизациях и в разное время. И тем не менее, к моменту, когда эта функция оказывается экологически востребованной организмом, они должны интегрироваться. То, что они гетерохронно закладываются, ведет к фрагментации органов в развитии. а то, что они должны интегрироваться, приводит к моменту, когда эта система консолидируется и способна получать первый результат в начале на стадии минимального обеспечения, когда вся остальная ткань может быть незрела, а потом все более и более совершенно. Конечным этапом такого последовательно развивающегося видения всегда является та иная функциональная система, обеспечивающая вызывание данного новорожденного, но не только новорожденного, потому что часть этих функциональных систем созревает связанным социальным, половым поведением и более поздним периодом. Поэтому мы должны изменить эту схему, добавив сюда процессы системы генеза, то есть развитие является в данном случае не просто моргогенезом и дискогенезом, а и системы генеза. И следующий этап, расширяющий это, это то, что первичная система генеза ведет к формированию репертуара видоспецифического функциональных систем, на котором за счет обучения могут подстраиваться новые функциональные системы, которые также подвергаются давлению естественного отбора и отбора организма согласно этим приобретенным адапшам. мы можем предложить следующую схему этого процесса, объясняющего также и эволюционные компоненты. Если мы возьмем видение развития и представим себе, что в какой-то момент жизни организма он сталкивается с проблемной средой, некоторыми проблемами, которые нам в эволюционном масштабе важно подчеркнуть является экологически стабильным, то есть встречаются в жизни многих поколений организмов на протяжении тысячи десятков тысяч лет. Если это новое изменение среды, связанное с физическими и биологическими факторами, появляется впервые, то организм может адаптироваться к нему только за счет предсуществующих ресурсов физиологической пластичности. То есть складываются при стрессорной нагрузке новые функциональные системы, которые позволяют этому организму в условиях естественного отбора получить преимущество перед другими организмами. Если мы рассмотрим этот процесс на протяжении многих сотен поколений, то теория систем генетики говорит следующее, что наличие генетических вариаций в популяции, которые существуют постоянно, может приводить к тому, что некоторые компоненты этих элементов и связи могут существовать в тех или иных способах в виде предсуществующих вариаций в развитии. Это будет приводить к тому, что эти генетические компоненты, связанные с развитием, закладываясь в тех или иных индивидов, будут вести к более короткому периоду поиска адаптации у этих индивидов по сравнению с этим. То есть давать им некоторое преимущество, пускай минимальное, но замечаемое естественным отбором. Обратите внимание, что это классические генетические процессы. Просто направляемые в ниши физиологической адаптации, поддерживающие накопление во многих способах и скрещиванием во многих поколениях все большего и большего количества компонентов, которые являются закладывающимися в виде связи между этой интеграцией продвижениями. Что будет постепенно приводить к тому, что вес развитийного компонента и момент консилизации связанных с проблемной средой будет выше и выше, а вес компонента пластичности и необходимости доучивания будет все меньше и меньше, приближая эту ситуацию к классическим видам инстинктов врожденных поведений или безусловных реплексов. Обратите внимание так, что небольшой компонент доучивания даже в сильно генетически ассимилированном систему является все равно заметным. С точки зрения результата затраты, которые связаны с обучением уменьшаются, а преимущество таких особей в распопуляции будет увеличиваться. этот процесс является процессом генетической ассимиляции функциональных систем в теории системы генезии. При этом создание таких адаптаций за счет пластичности и активности нервной системы является процессом синхронизации синхронного системы генезии, а их медленное создание в ходе развития превращает приблизительно в их противоположность, то есть сложная и медленно созревающая гетерофромная система генезии. Другими словами, у организма с развитой нервной системой и пластичностью эволюция происходит преимущественно путем перевода вторичных функциональных систем, возникающих на пятой части цикла при стабильном условии существования генетической вариации в первичные или путем перевода синхронного системы генезии в ответ на экологические проблемы гетерофромной системы генезии. Таким образом, единицей анализа в полной и взаимосвязанной теории системы генезии являются все три процесса. Первичная система генезии развития, вторичная система генезии поведения обучения и эволюционная система генезии. И, как я уже сказал, в большинстве ситуаций мы можем наблюдать, что у интеграции, которая существует, существует всегда врожденный компонент, и без этого не может происходить даже и обучение. А с другой стороны, полностью врожденных безусловных репрессов, не происходящих в момент консолидации некоторого довольного непластичности, включающего конкретную остановку и ситуацию ее реализации, также очень сложно из этого вытекает, например, то, о чем говорил Леонид Абдарович. То, что мы называем условными и безусловными рефлексами, есть лишь крайние представители данного ряда, длинного ряда рефлекторных деятельностей, среди которых мы находим такие, которые нельзя с достаточным основанием отнести ни в той, ни в другой группе. У Петра Кагмича была следующая схема, описывающая этот эволюционный цикл, в которой происходили воздействия внешних еды, приводящих к возникновению экстренно складывающихся функциональных систем, в ходе эволюции структурной организации они переходят в через стабилизирующий отбор, как он подчеркил, в процессе земберево-генезы гидрохронии роста и система генеза навстречу видит стабильным фактором среди. То, что я показывал в следующих слайдах выглядит таким образом. Это первичная система генез, это эволюционная система генез, а это вторичная система, образующая эту колесовую полушку. И таким образом, возвращаясь к генетическим теориям, в эволюции согласно таким предположениям, существует и генетический модус, описанный хорошо на Эйфлхом, когда все начинается в генетических изменениях, которые фиксируются. Но есть ситуации, когда физматические адаптации служат некоторой глоберию при повторении этой ситуации многих поколений для накопления генетических изменений, модифицирующих цемпы роста гидрохранилий и развития, так что эти интеграции созревают на встречу внешней среде. И я хочу закончить словами того же Геннон-Абгарычев, что все это лишь догадки и предположения. И если их высказывать здесь, то потому что они, во-первых, могут являться ругодящими нитями сплакования различных явлений нормальной сфологической федеронной о теории, биологии, в отличие от теории физики имеют очень огромное объяснение нагрузки. Во-вторых, потому что без предварительных догадок нельзя найти пути к выяснению вопроса, как и откуда взялись сложнейшие координационные отношения и поиска методов и подходов, которые позволят эти гипотезы проверить в результате. Спасибо большое. Вопросы сжатоформулированные. с помощью теории графа. мы сейчас мы сейчас очень вовлеклись в математические подходы. Смысл заключается в следующем, что это сеть. И эта сеть может иметь некоторые совершенно конкретные топологические и математические характеристики. Размер сети, связи между элементами в этой сети разными структурами. Тип сети по теории графов это случайная сеть, регулярная сеть, сеть малого мира и так далее. Мы сейчас ведем проект, в котором мы делаем это кортирование и начинаем использовать кортирование. А математическая модель какая-то попытались построить математическую модель сети, которая используется? но этот процесс сейчас идет. скорее всего сеть малого мира, она имеет хабы. Нас интересуют являются ли какие-то участки местами, где происходит концентрация самых разных возбуждений и интеграций, так что они могут выполнять роль ключевых участков. Можно ли оптогенетически для чего нам нужна математическая модель? Мы хотим проверить дальше, исходя из нее. Многие физиологические и поведенческие вещи. Можно ли если мы находим такие хабы и то, что называется клуб литборных, то есть набор таких хабов даймосферных друг другом, то оптогенетическая стимуляция из этих участков будет отличаться от оптогенетической стимуляции периферийных провинциальных участков. То есть можно ли в одинаковой степени вызвать всю серию поведения из этого участка в хабах клуба литборных или периферий? Что происходит для патологии, например, при атаке на эти участки? В равной степени разрушается сеть при атаке на хабные участки или на провинциальные. И тут есть уже предсказание из клиники и сконектомики, то есть из сетей, что и в моделировании математического таких сетей, и в клинике эти участки, которые являются хабами, являются наиболее энергетически зависимыми по метаболизму с одной стороны, а с другой стороны наиболее ранимыми с точки зрения повреждения всей сети. Но это не делается там, это делается в отношении целых участков мозга. Нас интересуют нейронные группы, которые мы можем выделить с помощью генетического заклада. Спасибо большое. Давайте школьникам предпочтения. при получении нового опыта позволяет выявить активацию неронных других сетей. А может ли мыслить о поправках задачи? Допустим, позная, какая группа нерона активировалась у другой крысы, попробовать ее активировать и может ли это являться моделью, скандинтальной моделью опыта? некий герплайн опыт, крыса реальности не получала, но наставили знания своих наступили герплайн Да, можно. Такие работы во-первых, ведутся в лаборатории Тенегавы, у них несколько экспериментальных работ было, во-вторых, мы тоже сейчас заняты таким проектом, то есть можно ли по активации создать некий опыт и например использовать его как условный сигнал. Вместо обстановки создать извлекаемую из памяти ситуацию, которой реально нет, и использовать ее как условный сигнал. Спасибо. мы используем такую очень интересную модификацию нового достаточно условно-рефлекторного исследования РУДИ условного рефлектора, когда мы разделяем обстановочный компонент обстановочного условного сигнала и подкрепление на большие сроки. мы вначале учим животных обстановки как условному сигналу, а потом на короткое время на 2 секунды помещая эту обстановку соединяем ее с токами. Это позволяет нам разнести на часы две группы клеток, две системы клеток, которые первые формируют этот условный сигнал, а вторые связывают ее с подкреплением. Если на 2 секунды их просто понести, то они не ссоциируют, потому что у есть модель, в которой мы можем эту сеть условного сигнала генетически помеченную иметь. Нас интересует вопрос, который вы задаете. Можем ли мы ее оптогенетически внутри активировать, использовать ее как условный сигнал, даже не помещая в эту обстановку. Спасибо. Последний кратко вопрос, Юрий Иванович. Скажите, каким образом когнитивные процессы и движения связаны с той энергией, которая требует для их осуществления. Являются ли это параллельные процессы, либо они не параллельные, иногда большая энергия требуется, иногда меньше. В конечном итоге может ли быть то состояние, что сохранение памяти вообще не будет требовать поддержания памяти, не требовать энергии, другими словами, обрадовываться в финале эволюции, что за типа флешек, где бы сохранялась память, и она активизировалась, но сохранялась без внешней имени. это не короткий вопрос. Давайте я отвечу на него короткими такими репричами. То, что вы говорите, очень близко к соединению вопросов биологической памяти и компьютерной памяти, где в компьютерной памяти существует принцип Гландавра, говорящий о том, что возможны вычисления, которые не требуют энергии, если их проводить без спиральной информации. Принцип Беннетт, это два физика, выдающихся в IBM, которые работают в 60-е и 80-е годы, и они показали теоретически, что энергия, которая расходуется на компьютерах, которая составляет огромную проблему по сравнению экологической энергии, уходит не на запись информации, как думал кто на энергии, а на стирании информации. Если сделать ленту тюринговской машины бесконечной и ничего не стирать и записывать новые ячейки, то возможно без энергетической и без потери тепла запись новой памяти. Теперь в отношении биологической системы. У нас такое ощущение, мы сейчас начали работать с лабораторией энергетики у нас в Уршавском центре, что как раз вот эти хабные участки, где происходит экспрессия ранних генов в момент обучения, по энергетике самые высокозатратные участки. Это самая неэкономная операция по каким-то причинам в этих группах клеток, где больше всего происходит экспрессия генов без воспоминаний по сравнению с нехабными. Но мы пытаемся разобраться. Там есть очень интересные работы Маркла Рейфла, которые касаются аэробного и аэробного видов метаболизмов и перехода между ними внутри нервных клеток, которые связаны с запченовой информацией. Я вам добавлю. Юрий Евгеньевич, мы должны двигаться дальше. Спасибо большое. К сожалению, у меня стоит. Спасибо от Данина.